Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Олимпийских игр, которые случились в Пхенчхане Паралимпиада еще идет Где-то радуют наши атлеты из России Но поговорим пока преимущественно Об Олимпийских играх Олег, ваша сначала позиция Что скажете, вы Довольны результатом То есть данности, которая была Сложные чувства Это были одни из самых сложных На моей памяти Олимпийских игр С учетом всяких политических историй Скандалов Которые были и перед Олимпиадой И после Олимпиады И в течение Олимпиады Мне кажется, что Итоги неоднозначные И в том числе спортивные То есть мы прикидывали В принципе, если бы Нас пустили в полном составе И те люди, которые должны были выиграть Все равно бы выиграли Все равно мы бы заняли бы Максимум пятое место В общем зачете И после первого места в Сочи Это, мягко говоря, не очень здорово И в целом понятно, что И программа Олимпийских игр Меняется не в ту сторону Куда нам хотелось бы Появляются те виды спорта Где мы пока слабы И нам нужно там Много лет Лет 20 минимум Чтобы догнать Ну и в целом Мы часами проиграли По спортивным причинам Некоторые вещи Не взяли свое Как говорится И поэтому Ну здесь уже На МОК или на ВАД Пинять бессмысленно Здесь мы сами виноваты И состояние нашего спорта Таково, что В общем Надо прибавлять Скажем так Результаты А почему вы говорите Что мы бы заняли Только пятое место В связи с чем это? В связи с тем Что после Сочинской Олимпиады Какие-то Спортсмены бы не поехали? Или ну Как так получилось бы? Нет Ну просто Надо понимать Что в Сочи Мы взяли свое Плюс Еще нам повезло И плюс Фактор своего поля был И так далее Здесь Ну вот Из того Что мы должны были взять Да, то есть Мы много не взяли Допустим В фигурном катании Но я считаю Что мы должны были Претендовать минимум На два золота В итоге получили одно То есть в принципе Это одно из Самых плохих выступлений Фигуристов За всю историю Отечественного фигурного катания На Олимпиадах Но в такой ситуации Когда и так У нас было мало шансов Но это Не очень здорово Неоправданно То есть Ну да То есть Те же лыжники Да, то есть Да, понятно Что они были все Бороздра Да, маленький состав И многие не поехали Но вместе с тем Мы видим много серебра Да, мы продолжим Буквально через несколько минут Родите, оставайтесь с нами Здравствуйте Физкульт Привет, как говорит Лиза Каринина Которая рядышком здесь Меня зовут Никита Некрасов И у нас сегодня Достаточно важный выпуск Нашей постоянной Вторничной передачи Стране о спорте Потому что мы подводим Итоги Своеобразные Здесь На телерадиоканале Страна ФМ Олимпийским играм Которые вот недавно Радовали всех В Пхенчхане Проходившие И дело Это вместе с нами Олег Шманаев Редактор отдела спорта Издательского дома Шеф Редактор отдела спорта Издательского дома Спорт Экспресс Говорили мы В самом первом выходе О том Почему же Начали говорить Почему же Мы не взяли Медали в некоторых видах спорта Давайте поподробнее Прям по видам Вот где могли И почему не получилось Профукали Да Ну да Вот мы тут говорили Уже за пределами эфира О фигурном катании Да Я считаю Что должны были Два завода Мы брать Не получилось В команде Были другие Вещи Которые Ну это спорт Понятно Что может быть Что-то там И не так Как мы думаем С другой стороны Обидно Мы не добрали свое У нас Вот в лыжах Было много Бронзы И серебра Да Ни одного золота Тоже К сожалению С другой стороны Лыжники все равно Герои Да Никто от них не ждал Ну Каких-то Да После того Что с ними сделали Но тем не менее Да Там были И там другие виды спорта В принципе История нехорошая С керлингом Где сначала Мы завоевали медаль А потом Да Мы очень расстроились У нас ее отобрали Все время Пока шла Олимпиада И мы читали новости С Лизой в эфире Мы каждый раз Расстраивались По этому поводу Ну правда Мы сначала Так за них порадовались Такая классная пара И такой хороший результат Ну да Не только пара То есть у нас же была Там еще женская команда Очень сильная Которая тоже могла Претендовать на миндали Но я их тоже понимаю Да Когда ты сидишь И готовишься к матчу А к тебе приходит тренер И говорит Что ты знаешь Твой товарищ Который перед тобой выступал Попался на Мельдоне И давай Значит Теперь с этим что-то делай Они там начали смотреть Ну и что там новости Все начитались У них конечно головы были Конечно Пухшие да На утро И естественно Уже дальше Уже ни о каком результате Речи не шло Ну вот И вот пожалуйста Этот вид спорта В санях у нас не получилось У нас там был Был мальчик Который в принципе Претендовал на медаль И тоже В итоге там Все это тоже Закончилось скандалом Там взаимными обвинениями Там с тренером И так далее Что казалось бы Хватит нам На нас и так уже Навесили всех собак А теперь мы еще и сами Устраиваем Ну это мне кажется Нервы Нервы И перенапряжение Которое случилось Перед олимпиадой Друзья Я напомню вам Что вы можете задавать Свои вопросы Уважаемые спортивные любители Группа Страна FM Вам в помощь Вконтакте Которая находится У нас в гостях Олег Шманаев Шеф-редактор отдела Спорта Из Дальческого Дома Спорт Экспресс Говорим про Прошедшую Олимпиаду В Пхенчхане И вот сапайбер 909-928-189-9 Друзья Прыгать Это про наших фигуристов Очень подходит Эта песня Прыгают наши девчонки Ого-го Как И доказали Продолжаем Наши новости Спорта Стране о спорте Шеф-редактор отдела Спорта Из Дальческого Дома Спорт Экспресс Олег Шманаев В гостях у нас сегодня Говорим ему Мой физкульт Привет И выносим уроки Из зимних Олимпийских игр Которые в Пхенчхане Прошли Хоккей Давайте Поговорим Мы рады Наконец-то золото Были конечно Разные мнения От экспертов Что Не такое уж Оно золотое Это золото В том плане Что другие соперники Не так сильны были Как наши Но Победителя не судят Так или иначе Не ну так всегда бывает В принципе Были олимпиады Когда не играли Профессионалы Были олимпиады Когда Канадцы Там даже Байкотировали Олимпиады Все время Хоккей Именно по хоккейной части То есть С другой стороны Это все забудется А в истории Останется Это победа Так что В принципе Надо радоваться Здесь уж Как-то странно Говорить Что там И тренер у нас Там Грубо ведет себя Там Журналистами С некоторыми И так далее Но это все Мне кажется Разговоры такие Высекать самих себя Тут глупо Победили Надо радоваться И все Без комментариев Так скажем Ну да Можешь то Что обсасывать Эту новость Понятно Ну да Просто урок вынесли Я бы хотел Раз уж о хоккее заговорили Вспомнить первый матч Который мы Собственно проиграли А да Вот так Удивительно Удивительно для нас А в свете Тех результатов Которые наши хоккеисты Показали далее Так это еще Удивительнее становится Почему вообще В принципе Этот матч был проигран Потому что мы слышали Разные конспирологические Стратегии Версии Что это была такая стратегия Дабы кого-то там Вывести из игры Кого-то наоборот Подтянуть И все такое Как на самом деле Обстоят дела Ну я думаю Что правда вам скажет Наверное только тот человек Кто может быть стоял Это задумал Где Олег Знарок Почему он не здесь у нас Да Но я думаю Что вообще В целом Это опасная штука Пытаться там Проиграть Там рассчитать соперников Я думаю Что нормальные люди Этим не занимаются То есть Ну скорее всего Это какая-то случайность Которая потом Оказалась счастливой Случайностью И все То есть здесь Не надо Мне кажется Никаких этих Теорий Выстраивать Хотя Ну это всегда интересно Потом наверняка Спустя 20 лет Или 30 лет Наверняка появятся Мемуары Где кто-нибудь расскажет Какой-нибудь секрет Страшный Что в 2018 Было такое Да Это вот любят Эти все истории Но мне кажется Что надо Спокойнее к этому Относиться Радоваться Было неожиданно Первая игра И сразу так Ну да Но такой был Шат холодной воды Но с другой стороны Ну это прелесть Хоккейного турнира В том что можно Однажды Нехорошо выступить Скажем так Ну да А потом А потом выиграть Как в хорошем Спортивном фильме Да С таким сюжетом Закавались Когда-нибудь снимут Может быть и про хоккей нас Ну да Не легенда 17 А легенда 2018 Да Я так понимаю Пьянчхань Так так уж просто Легенда 18 Была легенда 17 Будет легенда 18 Так друзья Я хочу напомнить Наши контакты 909 928 180 929 Ватсап Вайбер СМС Группа ВКонтакте Страна ФМ У нас пост закреплен Вы можете задавать Свои вопросы Нашему эксперту Все о спорте Об олимпийских играх Если что-то Есть такое Где душа болит И хочется разведать что-то То айда Вперед Пишите Ответим на все Что сами сможем Мы прервемся Посмотрим Как летают бабочки От группы Фабрика И скоро вернемся Олимпийские бабочки Стране о спорте Доброе утро Дорогие друзья Это телерадиоканал Страна ФМ Лиза Калинина Никита Некрасов По-прежнему здесь У нас в гостях Шеф-редактор отдела спорта Издательского нового Спорт-экспресса Олег Шамонаев Подводим итоги Олимпиады Зимней Которая только что Завершилась Говорим о спортсменах Которые порадовали нас Медалями И которые не порадовали Поговорили уже Про хоккей Про фигурное катание Про что Что у нас такое яркое еще Что мы упустили Ну вот да Про керлинг Мы расстроились уже Да Расстроились про керлинг Еще раз порастраивались Да Да Бобслей Понятно что Исклетон Там был Никита Трегубов Который хорошо выступил В скелетоне Да В целом Тоже шансов было мало Потому что тоже команду Сильно Разгромили Из-за допинговых дел Вот Да Были Конечно Наша боль Это биатлон Тоже была сокращенная команда Не очень понятно Почему мы не забрали квоты Которые у нас были Но и те кто поехали Тоже конечно выступили Мягко говоря Не важно И тоже в процессе Выступление критиковали Тренерский штаб И вот сейчас Циана Акимова Которая там критиковала Всех В Пхенчхане До сих пор Отлучена от сборной Не уступает сейчас На этапах Кубка Мира Уж не знаю там Или Ее так подкосила критика Или Или Припомнили эту критику Ну в общем Нехорошая ситуация В нашем биатлоне Понятно что Надо что-то менять И Так Нельзя Тем более В той ситуации В которой мы оказались Когда Ну Надо было собраться И выступать А не выяснять отношения Вот Так что В целом Очень разные впечатления Об этой олимпиаде Могло быть Все намного лучше Но И надо понимать Что в той ситуации В которой мы оказались Ну слава богу Что мы там вообще выступили И что-то выиграли Я вот что хотел спросить Так интересно Наблюдать За различными Видами спорта Зимними Где фигурируют Горные лыжи Вот почему у нас Я просто всегда Меня этот вопрос интересовал Почему у нас так слабо Развит направление Горных лыж Трамплина И так далее И так далее То есть мы Очень редко занимаем Какие-то призовые места Ну да У нас Городов у нас много В стране Тренироваться есть где Вроде Ну нет Насчет того Что тренироваться Прямо вот Много места Я бы не сказал То есть понятно Что у нас горнолыжные курорты Развиты намного Слабее Чем например В тех же Альпах Или там В Скандинавии Понятно Что у нас Все это в стадии становления И должно пройти время Но в принципе да Это такой странный феномен Когда у нас Достаточно много любителей Вот именно Любителей покататься С гор Спортсменов Профессионалов Не так много И в принципе Не так много Среди них Тех кто выступает Успешно Да у нас есть Люди Которые там Даже на Кубках мира Выигрывали медали Но они К сожалению В не очень хорошей форме Подошли И там им не повезло Еще в Корее Вы знаете Были истории Когда люди там Ноги ломали И в целом Разбивались Очень неудачно Но тут не повезло Да и Должно пройти время Чтобы Какое-то 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 Количество людей Любителей Которые занимались Пережали Профессионально Переросло в качество Плюс к тому Это очень Как сказать Очень такие Консервативные виды спорта То есть Они не могут А вот Типа вот у нас Выросла команда Там Пять спортсменов Супер Допустим Это не значит Что они все Сразу Пять Попадут в сборную То есть Они очень медленно Система допуска Мы продолжим У нас небольшая пауза Руки вверх Плачешь в темноте Не будем плакать Будем надеяться на лучшее Да Физкульт привет Дорогие друзья Мы продолжаем Никита Некрасов И Лиза Калинина В студии А также С нами Шеф-редактор Отдела спорта Издательского дома Спорт-экспресс Олег Шаманаев В стране о спорте Наша программа И сегодня мы говорим О российской Так или иначе Олимпиаде Мы уже можем так говорить Поехали наши спортсмены И я помню Такой интересный эффект Когда костюмы Они свои скрывали Я видела в инстаграме Жене Медведевой А там оказывается Под шарфом Был наш флаг Да За шифровом Ножем мы не могли Показывать Свою атрибутику Так или иначе Ну в общем Здорово Итоги мы Подводим Говорили о горных Видах спорта Да Горнолыжных Что слабенько Горнолыжных Да Слабенько у нас Все развито Но посмотрим Я вот какой вопрос Хотел задать Вот сейчас Мы в новостях Тоже говорили об этом Что в конце марта Должны вроде как Рассмотреть вопрос Восстановления Русада В рамках Мировой антидопинговой Комиссии Вот этой вот Что будет Вот после восстановления Чего нам ожидать Явно без последствий То что произошло Перед Олимпиадой В Пехничкане Не останется Что будет дальше С Русада И в принципе С нашим спортом В этом контексте Ну я думаю Что восстановления Не будет Начнем с этого Ага Ну вот Потому что Одно из требований Восстановления Это признание Доклада Макларена Я думаю Что мы его Никогда не признаем И Тут Совершенно Тупиковая ситуация И надо Выбираться Из этого всего Непонятно Каким образом Вот Ну да Наверное Будут долгие переговоры В конце концов Нам назначат Какой-нибудь штраф Все знают Что Мак Нас восстановил После того Как взял деньги В России 15 миллионов Я думаю Они все знают И потом Уже деваться им Было некуда То есть И они Как джентльмены Поступили Если бы они взяли Деньги И нас не восстановили Тогда бы Это было бы Вообще Вообще Но здесь Все-таки Все хорошо Закончилось С Олимпийским Комитетом Международным С ВАД Я думаю Тем же самым Закончится Но это Будет точно Не весной Я думаю Что нам Еще потреплят Нервы Наверняка Сейчас они Еще имеют ввиду И футбольный Чемпионат И футбольный Они сейчас будут Наверняка Трепать нам нервы Перед чемпионатом Мира И восстанавливать Нас не будут До чемпионата Мира Я практически В этом уверен То есть Вы считаете Что все-таки Мы После Наверное Чемпионата Мира Как-то Решим Материально Этот вопрос Ну судя по тому Как ведут себя Эти господа Чиновники Да Их интересует Ну то есть С ними можно договориться Только путем Каких-то выплат Чего-то еще Потому что Они всегда Находят Миллион причин Чтобы Снова Предъявить нам Каких-то Непонятных Информаторов Странных Базы данных Ворованных И так далее Чтобы нас Не восстанавливать И в итоге Предъявлять нам Претензии Да Друзья Группа ВКонтакте Страна.фм Сдавайте свои вопросы Мы вернемся Относительно скоро И возвращаемся Стране о спорте Доброе утро Еще раз Дорогие друзья Телерадиоканал Страна.фм Лиза Калинина Никита Некрасов Олег Шаманаев Шеф-редактор отдела Спорта Из акций Судома Спорт-экспресс С нами Подводим итоги Олимпиады в Пхенчхане Завершившийся У нас финальный выход Я хотел бы Немножечко продолжить Вопрос о допинге В контексте Грядущего Чемпионата мира По футболу Чего еще Нам можно ожидать Сейчас Разгорается Набирает Обороты Скандал Связанный С отказом Возможным отказом Приезжать к нам Британской Сборной Это пока не подтвержденные Даны Пока едет Но в общем Вся информация В СМИ Чего еще Можно нам ожидать Ну я думаю Что Всякие разные Чиновники Спортивные Из стран Которые Оппонируют Скажем так Россию Практически Наверняка Не приедут На чемпионат мира Это будет обставлено Разными Нехорошими словами В адрес России Но надеюсь Что все таки Спортивного бойкота Не будет Во всяком случае Всем понятно Что это будет Большой минус И для самих Футболистов То есть Они накажут Сами себя Если К такому Дойдут Но в целом Мы же видим Какая Обстановка в мире И везде То есть Все очень нервно И Удивляться Здесь нечему Собственно Можно было ожидать Чем это все Закончится Кто еще Может нам Сказать Нет Что сказать Что сказать Нет Не приедем Мы же видим Что даже Англичане Которые сейчас Разворачивают Компанию Против России Они не сказали Нет Даже на уровне Чиновников Ну понятно Что скорее всего Это легче всего Не пустить чиновников В принципе Зачем они тут Нужны По большому А спортсмены Не поедут Для них же Да Я думал Что спортсмены Скорее всего Поедут Но есть Как бы Страны Которые Очень Яростно борются С допингом Непонятно Правда Почему И что они Против нас Имеют Конкретно Да Там есть Даже австралийцы Японцы И так далее То есть Есть люди Которые Не захотят Наверняка Приезжать в Россию Ну с точки зрения Чиновников Спортсмены Я надеюсь Что все приедут И мы проведем На зависть Всем Хороший чемпионат мира На зависть Всем Надеемся Да Ну что ж Спасибо Я напомню У нас сейчас идет Паралимпиада Там выступают наши Атлеты Правда Под нейтральным флагом Но мы то знаем Кто из них болеет Надеюсь Что вы к нам придете И мы и эти итоги Подведем отчасти Там конечно все сложнее С паралимпийскими играми Я имею в виду В организационном плане Вот этом всем Ну не сложнее Просто здесь Мне кажется Главное Не заплатили еще Штраф Да Простите Там главное Главное Все таки Для них все таки Это участие Победа над собой А не медали золотые Это другая философия Это другая тема Они победители Только потому что Приехали и выступили Спасибо вам огромное Друзья напомню Шеф-редактор отдела спорта Олег Шаманаев был у нас в гостях Никита Некрасов Лиза Калинина До завтра До завтра Всем отличного дня Отличного дня Целуем вас До свидули Пока Стране о спорте Лайф